здравствуйте уважаемые зрители телеканала медиан форм программа мы с михаилом катсоном и я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя это александр рухмановский политтехнолог из николаева здравствуйте александр спасибо большое что присоединились к работе студии медиан форм я хотел бы с вами сегодня поговорить о политическом маркетинге тем более это та сфера в которой вы себя реализовывайте как специалист у нас обычно выступают политологи но вы именно тот человек который является политехнологом и как я понимаю вы ну нет не реализовывайте не отождествляете себя именно с такой сугубо политологическая профессия я прав да однозначно политологи размышляют при технологии работают непосредственно в поле и я больше практик чем как раз эксперт просто хорошо хорошо саша вот ну мы как бы в жизни на ты поэтому давай в эфире тоже будем на ты на твой взгляд как изменился политический маркетинг за последние годы на самом деле я всегда говорил о том и в лекциях по пиару говорю о том что на самом деле ничего не меняется начиная с того самого периода когда в пещерах галтелая толпа обезьян решила что кто-то должен возглавить и кто-то взял самый большой каменный топор ствол я теперь главный на самом деле инструментария сам там не меняется по своим сути да то есть у кого больший топор тот и главный но если раньше то был не специально кусок камня то сейчас это имидж влияние количество проголосовавших за того или иного политика и есть тот самый каменный топор поэтому меняются инструментарий естественно с развитием человечества из появлением все новых и новых коммуникаций а коммуникация является единственным по сути главным источником взаимодействия между различными субъектами социума с людьми конечно же с развитием техники и просто в технологии у нас меняется вид этих коммуникаций инструментарий в данном случае мы столкнулись в нашу цивилизацию ворвались цифровые технологии цифровые коммуникации и мы живем уже там 20 лет с понятием социальных социальных сетей то есть уже поколение выросло людей хорошо хорошо александр вот есть поправьте меня если я не прав есть фактически ну там несколько функциональных ролей в избирательных штабах но вот максимально упрощая из те которые работают в поле мобилизую электората из те которые осуществляют скажем такую зонтичную рекламу через социальные сети через телевизор пытаясь мобилизовать электорат какая из рекламных кампании эффективная реклама в поле мобилизация своего избирателя или реклама через соцсети через телевизор по большому счету мы не можем разделять как это сейчас наши коллеги например пытаются сделать что круче является ли до умерла ли как говорят молодину современные молодые люди менящиеся политикологами том что там он скулы умерли и газеты печатная продукция все это для бабушек нет них ни в коем случае это прекрасный инструмент который работает является ли диджитал как в том знаменитом фильме панацееда только будут только соцсети больше ничего нет этого не будет то есть все существует со существует вместе точно так же как при появлении газеты отменились ли там глашатой нет да мы до сих пор используем спустя там тысячелетия после появления распространителей слухов в политтехнологиях работе непосредственно агитаторов которые непосредственно устно рассказывают людям голосуйте за того ряду поэтому диджитал сфера она дополняет прекрасно дополняет мощную основную компанию а в некоторых случаях она может служить панацея да если это конкретный кандидат с конкретными ограничениями ресурсов то есть конкретным каким-то имиджем то есть непосредственно политехнолог может определить набор инструментария и в том числе в каком виде в каком количестве использовать к диджитал компании до сих пор я считаю можно и провести и печатными старыми используем некоторые избирательные компании и некоторые компании можно провести исключительно в сети но это скорее крайности в конкретных случаях с определенными людьми хорошо саш вот я думаю что тебе приходилось в свой адрес слушать точнее слышать либо ну точно приходилось чувствовать себя как некого такого провинциального политехнолога точно так же как я например на себе чувствую вот такое стигму как провинциальный политолог да потому что ты из николаева я из одессы и приезжая в киев безусловно а мы автоматически проигрываем тамошним политехнологом политологом потому что мы не из столицы насколько сейчас это большая проблема на рынке политехнологических услуг однозначно эта проблема эта проблема потому что в основном из крупных заказчиков в киеве есть есть сегрегация есть ограничения все считают что нужно работать с киевлянами только то есть остальные плохозники на самом деле это так же как и в маркете также как рекламе во многом одна и та же парадигма но это заканчивается на самом деле не нашими проблемами заказчик потому что ведь никто из киевля не будет платить там по 30 тысяч за специалисты которых не даже в столице они перебрасывают заказы нам же то есть в любом случае заказчик просто ну оставляет там какую-то плату за столичность киевским агентством а работу выполняют те же самые колхозники и николаеве в черновсах закарпатья то неважно то есть очень небольшой процент киевских агентств и специалистов действительно способны работать очень круто за свою цену они есть и они прекрасны они полностью задействованы у них нет места для того чтобы брать поэтому даже столичным заказчиком первую очередь нужно обращать внимание на качество и на объем своих услуг и не чураться привлекать до удаленно специалистов потому что как я говорил на конференции политехнологов да сейчас схема следующая у кандидата у политика неважно у него есть свой сон своя команда который должен быть человек который будет коммуницировать со самым агентством где она будет находиться неважно самое главное что контент производился командой которая находится возле непосредственно кандидатов на таки либо политика рекламу настраивать делать комиксы размещать размещать по группам пассивы так называемые вливы делать этот человек делает неважно где он находится географически сашли знаю что ты поднимал проблему на вот этой знаменитой конференции политехнологов которая была в киеве но их было вообще-то 2 ты был и на летний на 7 я был только на летний нам вы кстати там и познакомились и ты поднимал вопрос о работе smm щеков специалистов в таргетинге через социальные сети как бы намекая на то что не всегда они отвечают во первых не всегда их работа отвечает той стоимости которая не запрашивают и говоря о том что сам по себе smm щек без политик налога он мало что стоит потому что политик налог там создает смысл и компании насколько вообще это сейчас проблема насколько сейчас smm щеки они глубоко интегрировали в рынок политического маркетинга специалистов практически нет их очень то есть смм щеков которые понимают в поле и в политтехнологиях это не даже не в политике технологиях их весьма ограниченное число снова так и все разобраны проблема действительно есть в том что очень много задействовано коммерческих и смм щеков у которых которые переносят на принцип поведения бизнес продвижение бизнеса в самых селях на политику а это разные вещи красно-осеных интересы я говорил уже детали об этом снова таки проблема это это проблема заказчиков потому что в результате переплачивать заказчики снова такие все время говорю о том что понимаете коммерческий смм щеку там есть целый ряд проблем но они в первую очередь заинтересованы просто выполнить бюджет с которого не берут там свой свой процент либо они показывают побольше бюджет для того чтобы повысить всех она при нормальном работе с нормальным специалистами поэтому это это и ты приводит завышению рекламных бюджетов а завышением рекламных бюджетов специалист просто лупит по большим площадям не настраивает особо таргет не разбирается аудиториях не понимает когда истич конкретно сформировать ядро аудитории да то есть не надо надо взять просто не там нет ни три тысячи долларов проще взять шесть тысяч долларов или 10 поставить на всех и уйти что так работает вообще в принципе сейчас это вся сфера санги вот специалист же который вот номер там в политике узнает разбирается политически и заинтересован в получении там своего гонорара условно или план когда компания бьет плату заинтересована в увеличении рекламных бюджетов саша я я тебя перебью и немножко заострю вопрос а не кажется ли тебе что приход таких бизнес-сммщиков в политический маркетинг связан с тем что есть устойчивое мнение о том что избиратели стали голосовать the celebrities за просто знаменитых заметных людей их мало интересует какой-то контент мало интересует идеология программные тезисы философия политика их интересуют красивые видосики красивые картинки и в общем-то и все ну и в доказательство этом обычно приводят достаточно успешную пиар-компанию владимира александровича зеленского накануне президентских выборов ты согласен с этим тезисом что это проблема знаешь что тут это проблематика которую поднимал наш знаменитый коллега виталий кулик да аполитичность людей и смещение акцентов их партии на да да партию пиратов да это что мы видим во всем мире и украины идет фарватере этого движения но те кто как раз говорят о том что вот не нужна идеология не нужна политика что узнал осмыть за картиночки на красную никто не понимают сути происходящие в социальных сетях нет люди не голосуют за красивую картинку люди голосуют за идеологию которую нужно понимать почему то есть идеология нового человека с качественную у которого качественный инстаграм тот же фотограф который снимает хорошие картинки которые привлекают человека и вызывают в нем чувство там мир удовлетворения и радости это же идеология вызывать радость у человека поэтому у того кто делает это не просто красивые картинки это 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 идеология этого аккаунта это идеология этого человека которое было до того как он за ним он начал заниматься политикой и зеленский это же не просто взяли человека васю пупкина которого завалили рекламой которого завалили интернет как это потом пытались сделать на реку на компаниях тупо копируя заказчики кандидаты к политику нет владимир зеленский это целое целое дело это целый имидж это абсолютно другой человек до которого хотели очень сильно хотели этот образ формировался годами в том числе телевизором и так просто правильно показали просто правильно использовали эту идеологию и эту красивую картинку которая на самом деле не является красивой картинкой а просто является контентом саж давайте поговорим о допуске к профессии о сертификации профессия мы знаем ряд профессии которые требуют сертификации например чтобы стать адвокатом ты должен сдать экзамен вне зависимости от того ты находишься в украине в польше во франции чтобы присоединиться к ассоциации адвокатов необходимо сдать экзамен и пройти стажировку но при этом есть например профессия агента по недвижимости эта профессия не требует стажировки либо там и чара никто не сдает никакие экзамены никто не проходит некие стажировки рынок сам определяет кто-то кто плохой кто хороший с чего на твой взгляд сейчас появилась вот идея у некоторых наших коллег организовать ассоциацию политехнологов которые как бы будут сертифицировать своих коллег насколько эта идея разумно не является ли на твой взгляд утопической априори на самом деле некая неформальная сертификация же на самом деле есть и у нас то есть кто тебя знает да какие компании ты правил кто за тебя получиться не на это репутация это вопрос репутации на то не вопрос сертификации по сути это сертификация естественно не у нее нигде в мире нету сертификации пиарщиков или маркетологов и рекламистов так далее все это творческие профессии и нету да и режиссера даже на самом деле да нету потому что сказал что ты режиссер все хорошо снимаешь продаются фильмы молодец вот можешь закончить киноакадемию не продавать фильм плохой режиссер точно так же у нас попытки дело в том что мы показать как-то одну заказчик хочет как-то определять по каким-то критериям да это нормальный спец или нет чтобы низкого денег поэтому и возникают различного рода ассоциации они сейчас есть ну хорошо будет там появится там ассоциация который будет выдавать своим членам какие-то сертификаты как угол выдает сертификаты там тем кто прошел у него курс обучения будет ли это означает что у него будет специалиста который прошел обучению угла рекламе контекста что он обеспечит гарантирую продажа нет google говорит о том что это человек просто понимает что он делает точно так же как ассоциация может значит этот политехнолог понимает о чем он говорит хорошо поэтому это никак не повлияет на саш тогда я немножко заострю вопрос вот давай как бы представим гипотетическую ситуацию вообще-то это ситуация реальная сделаем из нее такой гипотетический конструкт чтобы не называть имена фамилии название компании вот условно создаются там несколько то есть собирается несколько крупных социологических компаний в уездном городе n назовем это так и значит эти социологические компании образуют определенную монополию и они например создают некий шорт-лист тех компаний которые на их взгляд является там ну скажем и черными социологами непорядочными социологами еще какими-то и неважно может быть в этом списке есть реально непорядочные социологи а может быть из хорошей социологи но который является конкурентами вот этих вот крупных компаний избивают их цен это тоже является проблема потому что здесь уже включается как бы институт репутации порядочности и прочее не кажется ли тебе что в наших реалиях подобная структура если тем более не будет никаких законодательных рамок она может мы просто претендовать на некую монополии и отсекать от себя неугодных на самом деле это монополия и отсечение неугодных прекрасно работает прямо сейчас просто это подковерно и я там терял компании потому что коллеги и друзья формальные делали все чтобы я не получил номер заказ вот и все мы на самом деле крутимся в одном котле нас там 400 500 человек в украине на самом деле и все мы это знаем то есть ну хорошо но это перейдет какую-то формальную стадию я не вижу особых проблем есть на самом деле борьба и среди социологов есть действительно да есть так первая пятерка или первая тройка социологических компаний в украине которые создали тоже социологическую ассоциацию или в какой нужно быть присутствовали тоже получать какие-то международные заказы ну хорошо но на самом деле я занимаюсь исследователей тоже и дни рынка тоже хватает потому что все равно крупные компании не всех могут охватить все равно крупные компании дороже все на крупные компании на самом деле косячат точно так же как и мелкие и нам всем на самом деле хватает да мне хочется большого но тем не менее поэтому я думаю что любые попытки монополизировать рынок при условии демократии подчеркиваю бессмысленно монополизировать рынок получилось у россиян например потому что там фактически все заказы идут только от власти только власть имеет возможность спокойно и свободно работать не следующий затянутым в сезон какой-нибудь может быть только у политик новой власти поэтому там рынок схлопнулся в 10 раз и даже те специалисты которые голосовали как и за партию власти и за путина они тоже потеряли работу потому что столько людей не нужно на на направленном рынке не свободных выборов поэтому пока у нас свободная страна и пока у нас есть действительно демократические выборы хотя бы в каких-то пределах я думаю что никто не сможет монополизировать рынок хотя конечно же эти попытки будут и с ними надо определенным образом бороться просто пить по рукам саш ты безусловно знаешь там несколько университетов у нас в стране которые готовят ну скажем так потенциальных специалистов в политическом маркетинге на твой взгляд насколько вообще сейчас а программа подготовки вузов в она отвечает всем требованиям которые рынок предъявляет к этой профессии потому что у нас традиционно мы анализируем качество системы образования по другим профессиональным направлениям но мало говорим именно о направлении политологии политик налоги насколько на твой взгляд системы образования успевает за современными трендами система образования никогда не успевала на самом деле она не успевает и даже думаю на западе во многом наши отстает еще больше первую очередь потому что в наши грузы не заинтересованы привлекать действующих специалистов а образование будет как-то приближаться к реалиям поля только тогда когда действующие специалисты будут преподавать они так как у нас действующие преподаватели еще пытаются принца политехнологические компании чтобы при этом они как правило по крайней мере в киеве не могу сказать в регионах это жуткое зрелище когда академичный политолог пытается участвовать в компании вот снова таки это все из-за отсутствия спроса и денег которые которые бы позволяли бы привлекать специалистов в любом случае надо понимать что есть 2 2 проблема образования это не только преподаватель но это еще должен должен быть сырье нормально то есть ученик и надо понимать то что в любой стране специалистами не средств не образовывая они становятся получая образование и получая практическую работу то есть это из действующих политехнолог это человек который не выучился на политолог который учился в идеале и начиная с первого второго курса уже начал получать практику то есть работа в общественных организаций работа с политикой помощником младшим копирайтером так как я начинал с гибщиком листовок и все время что мой путь в политику и начал с того что я сгибал листовки даже них там не раздавалась уж это было дешевле чем стоит зависит от обычной машины и когда я прошел все этапы например там до руководителя компании я знаю о чем то есть я уже не являюсь каким-то там паркетным политологом технологом который вид от тех процессах которые избирательной компании как как это должно быть я понимаю почему так или иначе происходит и почему мы не изменимся ближайшее время поэтому для того чтобы если обращаться к студентам до которые хотят заниматься типа этой стези то нужно им давать один совет что вы должны припеваться к практикам раз вы должны получать практику два любыми путями и деньги которые вы будете получать это уже нас настолько третично что деньги не должны ставиться то есть только практикой можно понять этот рынок работы саша и последний короткий вопрос как бы он лежит в плоскости во взаимоотношении между заказчиками и исполнителями то есть по сути политиками и политтехнологами вот как то твой взгляд изменилось отношение заказчиков к политтехнологам воспринимает ли заказчики политтехнологов как лакеев либо все-таки ситуация меняется и политтехнологи скажем а вот своем статусе до растут перед заказчиками я думаю что отношение не меняется все зависит от личности заказчика рынок не способствует тому обстоит то есть вся политическая обстановка в стране чтобы требования кандидатам политикам росли а только так может этот рынок цилиндр быть более цивилизованными и мы и политтехнологи будут вот тогда восприниматься не как лакея до какой-то обслуживающий персонал которых можно менять там на седьмом километре по 15 копеек учет а как некие спецы и партнеры которые помогают теперь достичь твоей мечты и тогда стать президентами так далее то есть сейчас такой потребности нет сейчас нас много деньги решают много и поэтому можно выбирать снова поэтому если человек на самом деле культурный приличный он ведет как жизни прилично себя с любыми специалистами начиная официанта заканчивая политтехнолога своим сотрудникам неважно если же человек из более простых назовем это так не говоря уже там про рвущихся криминал то конечно же он переносит свое отношение политтехнологом но на таких людей снова таки работают за деньги но нет души саш ты явно лет тридцать не был на седьмом километре ты знаешь уже как я думаю лет тридцать ничего дать ничего даже пирожок с чаем на 15 копеек на седьмом километре не купишь не то что политтехнологов но символом купить за 15 копеек есть саш спасибо большое что был сегодня с нами в студии медиа информа напомню что сегодня в студии медиа информа дистанционная надеюсь что рано или поздно в студии было александр рухмановский известный украинский политтехнолог который вот локационно работает николаеве но тем не менее вот имеет такие общеукраинские политтехнологические амбиции спасибо большое александр спасибо зрители что были с нами спасибо а а и а и Продолжение следует...